Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что заходите, следите и не пропускаете наши пятничные встречи с Дмитрием Спиваком. Он на связи. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую, Саша, тебя. Приветствую всех твоих, моих наших зрителей пятничных. Я уже тоже к вам привык, а надеюсь, вы ко мне привыкли. Поэтому, ну да, подписывайтесь. Поскольку Саша начал так, что добрый день, там, все мои подписчики, а я же так понимаю, что смотрят часто больше, чем подписчики или меньше. В общем, я запутался в этой формуле. Ребяток и девчата, кто там еще партизанит в информационных лесах, выходите, подписывайтесь на канал Александра Шелеста. Очень приличный канал, на котором всегда можно очень прилично пообщаться и обсудить новости, что-то проанализировать, дать какие-то прогнозы и так далее. Вот, вам, может быть, все равно, а нам будет приятно. Естественно, Дмитрий Спивак, отмеченный пользователем YouTube, тоже приходите, подписывайтесь, следите за выпусками. Дмитрий, мы всегда с вами встречаемся в формате, ну, определенных итогов недели. А неделя, на самом деле, ну, вот такая аховская была во многих аспектах. И в аспекте, понятно, в военном, в аспектах обстрелов. Но неделя была каких-то очень, ну, ярких дискуссий. Обсуждали все. От небритых ног до, там, выезда, отъезда, оставаться в Украине или нет. Вот, подростки за рубежом. В общем, вот эти все дискуссии, они вот генерировались, генерировались. И одна дискуссия, конечно, подхватила многие ресурсы. Это, там, снайпер, ВСУшник у Романенко в эфире говорит о том, что общество и непосредственно военные не против, чтобы вот, ну, как не против, не будут бунтовать, если все становится как есть. Опасная дискуссия, но достаточно глубокая. Потому что он не просто это высказал, да, он там привел ряд аргументов. Дмитрий, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит с украинским обществом? Это находит отражение и в западной прессе, которая, там, и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк-Таймс пишет о колоссальной усталости и, ну, в каком-то этапе принятия каких-то, ну, таких решений, о которых не могло быть даже дискуссии, там, полгода назад, год назад. Саш, ну, большую тему ты поднял, поднял. Да давай, значит, давай, сейчас, сейчас постараемся разложить. Итак, первое. Я знаю, слышал и понимаю, о каком интервью нашего снайпера ты говоришь. Человек с фронта, человек с передовой, человек не первый месяц там, человек, в отличие от многих диванных патриотов, еще больше, в отличие от патриотов, которые живут далеко от Украины, да, кто в Европах, кто в Канадах и так далее, и так далее, он на фронте много месяцев. И поэтому все, что он сказал, основано на эмоциях, на крики души и на прагматической точке зрения военного, который сталкивается с ситуацией на фронте, с ситуацией в наших вооруженных силах и в ситуации, значит, у наших противников. И вот вывод, который он сделал, но он имеет на это право. Представляешь, если бы кто-то из нас с тобой сказал нечто подобное? Ну все, это враг народа, это криминал, это и ПСО России и так далее, и так далее. А ты попробуй теперь это скажи вот этому военному. И никто ничего не скажет, и промолчат, и съедят. И поэтому как я к этому отношусь? Я воспринял эту информацию, я ее даже и анализировать не могу, потому что я же в отличие от него не могу знать всего того, что происходит на фронте. Но я ему верю, потому что это же не бот, это не дезертир, это заслуженный человек, который воюет, это боец, воин, который год защищает мою страну, нашу страну, тебя, меня и так далее, и так далее. Значит, такая ситуация на фронте, значит, где-то некий, где-то тупиковость возникает, значит, ни туда, ни сюда, а сколько же можно. А то, что нас кормят там этими вот, а ура, побежали. Ну ты же знаешь, Саш, когда народ много знает, им трудно управлять, да. И чем больше в государстве запретов, тем больше бедных людей. Поэтому мы когда говорим про российскую пропаганду, да, ну включи марафон наш и сделай свои выводы. Нас же тоже пытаются где-то превращать из общества в население. Ты понимаешь, что это две разных вещи, общество и население. Вот я хочу, чтобы у нас было общество. И когда мы говорим Украина-Ц Европа, то прежде всего я имею в виду, что мне, Дмитрию Спиваку, и тебе, Александру Шелесту, дано право как членам общества украинского говорить правду, говорить то, что мы считаем нужным, делиться своими мыслями, даже если это не совпадает с генеральной линией партии. Это первая часть ответа. Поэтому, ну, сенсационное такое интервью, такой холодный душ, скажем так, такой ледяной, с ведра человек вылил. Но это то, что внутри, что большие потери, что нехватка техники. Да, я бы сейчас это интервью очень хотелось бы показать в Соединенных Штатах Америки, особенно товарищу Кирби. И сказать бы, господин Кирби, смотрите, тут наши военные говорят, что совсем все не так, как говорите вы. А вы, господин Кирби, позавчера сказали, причем он же сказал с таким немножко, что, мол, да мы Украине дали все, что нужно для успешного контрнаступления, а там что-то как-то где-то, что-то вот, как-то не очень получается, говорит Кирби. И вот так бы вот это сопоставить, да, вот и сказать, что скажете господин Кирби. Вот, поэтому вообще история, 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 которая сейчас происходит, вот в западной прессе, она плохая для нас, она мне не нравится. Очень авторитетные издания, с одной стороны, там New York Post, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, это мы телеканалы еще не берем, это посмотри, что там по Fox News говорят о республиканцах. Ой, Дмитрий, тут вот это, ну, в общем, трансгендер Чирилла, да, который выступает от Террабороны и вещает от имени ВСУ на западную публику, призвала не контактировать с CNN. Это вот просто что-то. Очень демократическая история такая, да, у них же в Америке, наверное, тоже так. Интересно, вышел бы некий спикер, например, Пентагона, и заявил бы у себя на внутреннюю американскую публику, ребята, не контактируйте, там, CNN, Fox News, неважно. Сколько секунд понадобилось бы, чтобы этот человек был бы уволен со своей должности? Ну, да, все. Потому что демократия, как это, это же чудовищно, то, что он, она, оно сказала, он, извините, я сейчас не издеваюсь, я просто не знаю, как правильно это сказать. Трансгендер это он или кто? Я и она. Ну, был он, Ну, подскажи. Был он, стал она. Вот так. Поэтому вот эти призывы, ну, это какой-то информационный полигон на нас делают, это какая-то демократия на экспорт. Я такой демократии не знаю, чтобы нам рассказывали, что CNN смотреть или нет. В общем, статьи, появляющиеся в нас адрес, говорят о том, что внутри американского истеблишмента политического зреют распри серьезные. Не только накануне избирательной кампании между демократами и республиканцами, оно себе понятно. И где-то к декабрю месяцу, Саша, когда все это выйдет на финишную прямую, когда уже практически будут известны результаты внутри, внутри партийных праймерисов, когда мир узнает уже двух кандидатов, так сказать, на пост главы Белого дома, от республиканцев и демократов. Так вот, к декабрю там внутри возникают уже разногласия. И внутри демократов по поводу позиций Байдена далеко не все поддерживают. И внутри республиканцев там своя идет войнушка, там Трамп, Десантис и так далее, и так далее. А почему про Украину? Да потому что Украина становится, к нашему сожалению, одной из такой основной карт, которые будут, черт возьми, разыгрываться в американских выборах. Представляешь, мы воюем, нас тут убивают людей, разрушают экономику, разрушают города, а нас еще и разыгрывают в неких внутриполитических моментах. И поэтому прав был Валерий Залужный, когда там несколько месяцев назад, уже, по-моему, даже полгода, наверное, назад, в интервью, а может меньше, не знаю, в интервью, не помню просто, в интервью Вашингтон-Пост, когда он как бы так тоже эмоционально обратился к западным партнерам, говорит, ребят, это же вам не шоу какое-то, это же не театр боевых действий, медленно, немедленно, и так далее, и так далее. Россия умеет делать свои выводы, сейчас буду говорить тоже неприятные вещи, потому что я хочу, чтобы мы все были культурно и образованы, надо читать историю, надо читать экономику, надо понимать цифры, политика без цифр бессмысленна. Вот приведу вам одну цифру. Экспорт нефти России сегодня стал крупнейший, показал крупнейший результат, значит, с ноября 22-го года. 15 миллиардов долларов получила выручка Россия за экспорт нефти. У меня вопрос, Саша, какие нахрен западные санкции? О чем мы вообще говорим, если вся нефть уходит на Азию, на Восток и так далее? Индия в 11 раз увеличила экспорт российской нефти. Есть у русских деньги делать ракеты? Есть. Они их и делают. Даже наши гурокцы, как бы, ну, говорят, что да, 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 говорит, больше 100 ракет в месяц они уже делают. Американская разведка, говорит, нас беспокоит очень производство российских, значит, российское производство дронов «Ланцетт», и, говорит, нас это беспокоит. Так и хочется спросить, друзья американцы, если вас это беспокоит, что же вы нам не даете самолеты, автоматы, танки, значит, ракеты 300+, и хотя бы закрыть небо не только над Киевом, что беспокоит, это, конечно, замечательно. Дальше. Та же американская разведка докладывает, что буквально вот февраль-март 2004 года и в Татарстане Россия вместе с Ираном, вместе с Ираном, построит огромный, заканчивает строительство огромного завода по иранским технологиям, и Россия будет выпускать собственные дроны, а значит, уже сотни, а значит, тысячи. Слушай, но они работают, они провели работу над ошибками, наши военные говорят, что русские стали лучше воевать, лучше организовано снабжение, логистика, командные, все эти ситуации и так далее, и так далее. Но время-то упущено. Я где-то смотрел какой-то такой комикс, в соцсетях нарвался, такой в мультипликационном виде, такой комикс, значит, типа, взаимоотношения, просьбы постоянной Украине к Америке, типа, август 22-22 года, значит, блестящее контрнаступление на Харьковском направлении, россияне бегут, деморализованы, паника, вообще не понимают, что делать, и мы как бы говорим американцам, ну дайте нам все, там самолеты, танки, ракеты, мы как бы закончим сейчас это все. Говорят, не время, но они не время. Проходит 3-4 месяца, Россия очухалась, там что-то мобилизация, там стали строить первые редуты обороны, перестроились, дайте же нам самолеты, вертолеты, ракеты, потому что тут они как бы уже очухались, говорят, не время, надо подождать, еще 3-4 месяца, второй редут уже строят, мы говорим, дайте же, не время, да, наступает там весна, лето 23-го, мы говорим, друзья, там уже 3 редута обороны, значит, там уже все в минных полях, вы же нам дайте, уже же надо начинать, ну нам дают, по чуть-чуть, чайными ложками, мы говорим, а с воздуха как-то ж прикрыть, потому что, ну, 21-й век, беспаритета же в воздухе, беспаритета в авиации, беспаритета, значит, в артиллерии, сегодня у нас война артиллерии идет, как бы без этого же не получается, они говорят, ну, как бы, самолеты не время, надо летчиков ваших изучить, и так далее, и так далее, но это же правда чистая, ну, а потом они выпускают материалы, статьи, что, мол, что-то там медленно, как, или как они нам предлагают это делать, все это вместе, Саш, конечно, все это читается украинским обществом, усталость от войны, усталость от лишений, усталость от непонимания перспектив, уже, если раньше как-то все это вот, да, сейчас усталость от непонимания перспектив, ну, и, конечно, Саш, к этому всему, начинает происходить, а вот это раскручивание, ну, вот это, как это, если закручивать эту пружину, вот эта пружина может лопнуть, но ежедневно сотрясает общество, эти коррупционные скандалы, эти обнаглевшие эти рожи, просто мерзавцы и подонки, тут, ребята, погиб, мы об этом поговорим, социальное, и, извини, сейчас закончу, поэтому вот все это вместе, говорит о том, что внутри военного сообщества, наших военных, наверное, начинаются вот какие-то такие уже разговоры, вот-вот-вот, квинтэссенцию которых выдал вот этот снайпер, да, я склонен как бы, ну, с доверием к этому человеку относиться, это с одной стороны, а с другой стороны, внутри самого общества, зреют очень такие негативно, что ли, пессимистические нотки от непонимания, что делать сейчас, куда мы идем, что делать дальше, ну, и от абсолютного непонимания многих процессов, происходящих в стране, поэтому очень многие, Саша, молодые люди, я это точно знаю, и закрытая социология это подтверждает, хотят уезжать, причем вне зависимости, мир, там даже во время войны, после войны и так далее, но если клетку не построят и не запретят, значит, на три года выезжать, мужчинам, женщинам, скоро там, пионерам, комсомольцам, не знаю кому. Да, мы поговорим и о инициативах по ограничению выезда, поговорим, конечно, о коррупционных скандалах, жутких просто, ну, таких, которые на голову не налазят, но вот по поводу там России, да, и оценки, ну, вообще, противника, знаете, а у нас какая-то тишина по поводу программы Луна-25, сегодня стреляли по, ну, ракетами по Киеву, по Винницкой, по Хмельницкой области, там работало ПВО, был обстрел, и, как бы вот, зародилась такая история, что, смотрите, ракеты летят на Киев и на Луну, понимаете, в чем дело, то есть, ну, видно, что там, аналитика, и до этого, да, писали западные аналитики, что, вот, смотрите, Россия, Китай, готовятся отправиться на Луну, даже были, были какие-то такие выкладки, я даже озвучивал в интервью на своем канале, что Путин там планирует вместе с китайцами добывать полезные ископаемые, на Луне все как-то смеются, отмахиваются, отнекиваются, ну, 21 августа посмотрим, приземлиться, не приземлиться, а, а ведь, давайте будем откровенны, вот этот проект, Луна-25, России позволил сделать тот же Запад. Ну, мы уже смеялись весь 22-й год, мемы там рисовали, смешным выставляли Лаврова, который там по кругу окучивал Африку, смеялись, смеялись, наступил 23-й, мы, твою мать, африканская делегация чуть ли не через неделю в Петербург ездит, да, а мы потом собираем глобальный юг, глобальный юг говорит, ребят, да нам как-то по барабану, нам тут пшеница нужна российская, там, да, Титан нужен, и, значит, удобрения нужны, и уже как-то никто не смеется над Лавровым, да, который окучивал Африку, то, что Китай ее окучил, это понятно, там, экономическая экспансия выгнали уже все западные компании, там, Китай полностью владеет всеми ресурсами, а Африка это громадное ресурсное богатство, да, залежи всего и вся, вон, маленький ниггер, а сейчас может Францию закончить, да, 40% атомной энергетики Франции, это поставки из ниггера, они перекрыли этот ручеек, и французы плачут, не понимают, что этим делать, хоть бери иди войной на этот ниггер, вот, поэтому мы уже тоже смеялись, да, а сейчас мы смеемся над космосом, а, тех, кто смеются над космосом, всем советую прочитать Джорджа Фридмана следующие 100 лет, замечательная книга, это аналитик, разведчик, который много-много лет вместе с Центрально-разведывательным управлением занимается анализом и прогнозом, не только текущей ситуации, там, сегодня на завтра, да, а серьезными прогнозами, вот прогноз на 21 век, так и называется, следующие 100 лет, и здесь очень много интересных вещей, ну, например, он пишет, что, безусловно, второе, третье, четвертое десятилетия 21 века, будет видоизменяться, вообще, структура производства вооружения, и интересная есть фраза, что вооружение идет за человеком, чем ближе человек идет к космосу, тем ближе к космосу идет и вооружение, он описывает вещи, ну, на его взгляд, как он это видит и прогнозирует, что там 30-е, 40-е годы, ну, капец, что там будет в космосе, на орбитах все эти станции, там, ядерные, неядерные, какие-то новейшие технологии, США, Россия, Китай, ну, в общем, караул, сайт, ну, то есть, мир будет, мир сегодня напичкан просто тоннами смертоубийственного ядерного вооружения, да, причем не у многих есть триада, триада, извини, пожалуйста, это вода, суша и воздух, да, ну, и вообще, если взять ядерный потенциал, там, только США и русских, ну, это 92% вообще всего мирового, капец, мир, ну, просто напичкан, и все это еще идет в космос, и оно придет туда в космос, и научный потенциал и американцев, и китайцев, и русских позволяет, там, может быть, жрать нечего, а вот с космосом, там, как бы, разберутся они, кстати, Украина тоже была космической державой, с аэрокосмическим потенциалом, и корабли строили, и танки строили, а сейчас ждем, кто нам даст каски, патроны и так далее, поэтому, Саш, я бы не смеялся бы над Луной 25, получится там с первого раза, не получится, могут сорваться эксперименты, не сорваться, но то, что Китай, а вот сейчас главный выбор, вот, выходит Байден, вот, цитирую там, Китай это бомба замедленного действия, да, ну, вот он это сказал, так, ну, вот сказал, ну, вот все, Америка с Китаем начинает входить, вместо того, чтобы как-то договариваться, о каком-то создании биполярного мира, о как-то, да, вот эти рынки поделите, что весь земной шар как-то вздохнул уже, нет, американцы начинают думать о вооружении Тайваня, ну, вот это заявление там, про бомбу замедленного действия, дальше, в США, значит, велился, и вышел закон, что они ограничили, господи, инвестиции, американские инвестиции, значит, в Китай, в Китай, в сферу чувствительных технологий, европейцы так проснулись, услышали этот указ Байдена, и Еврокомиссия решила, что надо проанализировать вообще этот запрет, а что нам, а как мы, а где мы, а мы же с Китаем, тоже же не хотим враждовать, и так далее, и Еврокомиссия, значит, разрабатывает там дополнительный план своей экономической безопасности, и так далее, и так далее, поэтому, поэтому, Саш, мир, то есть, мощнейший, мощнейший Китай, экономический, мощнейший и технологический, наряду с ядерной, очень богатой на недра России, вот эта связка, как бы антизападная, да, если они еще вместе там что-то будут разрабатывать в космосе, слушай, ну это угроза, Саш, серьезная большая угроза, продолжать смеяться, например, да, и закупать там куртки в три раза дорого там для Министерства обороны, конечно, можно и так жить, можно всем нам рот закрывать, можно там марафонить с утра до вечера, это все можно, но я разговаривал с военными специалистами, которым все равно, да, они не боятся, они в политику не собираются, и они мне говорят, слушай, там часть экономики у русских, у сельсы, да, и подводную лодку новую они какую-то делают, ну и начали, получают они уже чипы, получают, уже научились обходить санкции, не без помощи там Китая, через страны Средней Азии, там и так далее, кто-то знает, с чем приехал Шайго от Ким Чен И, я нет, но я же понимаю, зато потом, зато потом все увидели, как Ким Чен И, над картами склонившись, рисует нападение на Южную Корею, потому что там у Южной Кореи с американцами учения скоро, а вот Ким Чен И говорит, вот будем, будем атаковать, правильно, Саша, вот ты смотри, что в мире происходит, и почему немножко начинают уже уставать от нас с тобой, да, ну я шучу, от Украины, правильно ты говоришь, Южная Корея, Северная Корея, там учения американцев, а китайцы с русскими, учения там где-то с другой стороны, ближе к американцам, вывели там, значит, в моря и океаны свои военно-морские силы, значит, что я хотел сказать, сейчас Summit Briggs, ну и Турция выходит, вот этой темы не было давно, уже несколько кончилось, там, что там в Джиде, Summit Miro, удачный, неудачный, все высказались уже, за исключением Турции, и мы как бы с надеждой ждали, ну турки-то сейчас, да, вышел турецкий МИД и говорит, Summit Miro в Джиде без Российской Федерации, бесперспективен, точка, и вот, можно их нафиг послать, можно сказать, что это зрада, миротворец их нести, ну все, что угодно можно сделать, но это вышла официальная позиция Турции, а за день до этого выходит Эрдоган, говорит, ребят, да ну, русские готовы вернуться к зерновой сделке, только давайте же мы будем выполнять свои обезы, то есть, он спалил весь Запад, значит, были какие-то обезы по зерновой сделке, которые были выполнены, кстати, о которых говорил Гутериш, а мы с тобой, Саша, не можем не верить генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, а товарищ Гутериш как-то говорил пару раз, что, мол, слушайте, ну мы же там меморандум подписали, давайте как бы выполнять обязательства, миру нужно зерно, и додавили, Саша, потому что выходит Блинкин, а это официальное лицо Госдепа, и посылает очень такой мощный, правильный сигнал, говорит, все, США сделало все возможное, чтобы разблокировать зерновую зерновую. Что он имеет в виду? Он дал месседж и сигнал всем участникам процесса, что, мол, окей, там Россельхозбанк, нет вопросов, там SWIFT, не SWIFT, там страхование судов, рахтование, то есть, американцы сказали, окей, ради мировой продовольственной безопасности, ради того, чтобы не нарушился баланс мирового продовольствия, как бы, конечно, они пойдут на определенные уступки России, а это значит, что я так предполагаю, что во время визита Путина к Эрдогану, который вот-вот в ближайшее время, ну, должен состояться, если ничего не поменяется, мне кажется, что будет политически там красивое заявление, и после этого в каком-то формате, в том или ином формате, не знаю, значит, будет возобновиться зерновая сделка, которая, Саш, конечно, крайне необходима и важна для Украины, потому что поляки нам застопорили сухопутный экспорт зерна, поляки настолько обнаглели, что требуют один миллиард евро от Еврокомиссии только за экс, за транзит украинского зерна, и я в шоке, Украина воюет, а европейские институции датируют Польшу, мы воюем, а они датируют Польшу, значит, мы, Национальный банк Украины и Польши сейчас монетку выпустят к Дню независимости, значит, Украина, очень важная история, вот это дружба, я понимаю, да, но поляки сказали, что после 15 сентября они также, значит, накладывают запрет на экспорт украинского зерна, ячменя, там, семечки, гороха и так далее, и так далее, дружеский шаг, главное монетки выпустить, да, а то, что нас заставляют извиниться за волыни, это себе такое, то, что поляки говорят, вы вообще нам должны быть благодарны, вот, вообще за то, что вы есть, это тоже такое себе, поэтому твоим зрителям хочу сказать, друзья, есть такое понятие, политическая культура, политическая образованность, политика не строится на лозунгах, Польша помогает, Польша, там, другие, ну, говорим о Польше, давайте о Польше, Польша помогает или будет помогать Украине ровно до того края, где их интересы не нарушаются, ровно там, где интересы совпадают, и они не будут помогать, ровно там, где, так сказать, будут нарушаться их интересы, и поэтому и Дуда, и Моровецкий, все говорят правильно для них, что, так сказать, польский фермер, для них важнее, значит, ситуация в украинском агропромышленном комплексе, вот и все, и плевать они хотели на все, что мы там о них думаем, а геополитически, ребят, ну, почитайте книги и историю, Польша ненавидела всегда немцев и русских, ну, менялась местами, иногда ненавидела, иногда боялась, в зависимости от расклада сил, а к Украине Польша относилась всегда вот так, ну, вот так, и сегодня поляки с удовольствием бы хотели видеть нас в виде таких бедных и нищих, подхолопников таких, потому что в этой же книге пишется о серьезном развитии Польши, экономическом, военном, и что там к 30-му году они хотят и могут занять нишу лидеров восточноевропейского региона, геополитических лидеров, и они видят Польшу и страны Балтии ну, в качестве младшеньких, ну, младшеньких, а я вот, Саш, против, чтобы мы были младшенькие у поляков, которые 25 лет назад покупали у нас утюги, вот, и фотоаппараты вместе с водкой и вот этой красной икрой, ну, это все, ну, ты молодой парень, может быть, и не помнишь, а я это все помню, люди старшего поколения помнят, просто пляки делали реформу, а мы просрали весь свой потенциал, зато там 10 тысяч человек у нас миллионеры, миллиардеры, потому что все эти 25 лет разграбляли все, что нам осталось от Советского Союза, а это было много, не было в Польше ни машиностроения, ни приборостроения, ни кораблестроения, ни танкостроения, ни авиастроения, а у нас это все было, я про ядерный, про ядерный потенциал, а как бы я, значит, я вообще молчу, но и по поводу еще Польши и России, значит, тоже для историков, ребята, вы вообще вспомните, что это вот город Гданьск, Вроцлав, какие это были города, как оно им досталось, чьи это были раньше, кто помог эти территории, почитайте там про Вторую мировую, про после Второй мировую и так далее, и так далее, и так далее. Резюме, резюме, в политике нет вечных друзей и вечных интересов, и вечных врагов, есть вечные интересы, и это вот оно так, нам бы вот так научиться отстаивать свои интересы, иногда мягко, иногда дипломатически, иногда экономически жестко, иногда политически, ничего, переживут, называется, на мой взгляд, это было бы правильно. Дмитрий, пока мы так не отошли далеко от международных дел, они переключились во внутриукраинские дела, дела, в том числе и на передовой, и на поле боя, про Нигер, буквально пару слов, вообще там закручивается очень интересная история, прям интервенция, вот она на подходе, ЭКОВАКС, ну вот это экономическое сообщество африканских стран, по крайней мере так говорит там, лидер Коди Вуара, вот уже, собственно, подготовили все для того, чтобы идти войной на мятежников, освобождать президента и, как говорится, ну, возвращать все взад. Противостояние это выглядит как, ну, условно, Россия и Франция воюют непосредственно на территории Нигера, и, ну, такая вот тоже интересная деталь, что французы делают это как бы через прокси, да, а россияне, вот там вот непонятно, что с Вагнером, потому что и Нуланд приезжала в Нигер, Нуланд лично общалась с, как бы, узурпаторами или как, путчистами тех, кто свергнул президента. Как вам кажется, вот я задам вопрос исключительно, хоть там в комментариях иногда пишут, что, а, понятно, опять начинается, дайте, дайте, а что Украина? Да, вы на украинском канале, друзья, через призму Украины. Есть версия, что, если начнется большая война в Африке, а все к этому идет, по крайней мере, по состоянию на сейчас, то Украина сместится на второй план. Сместится в информационно-мировом смысле этого слова, потому что там события будут быстрые, резкие, драматичные и завязаны на интересах условно противостояния Запада, да, и условного там российско-китайского интереса. Первое, Саш, не соглашусь с тобой, что в Африке может начаться большая африканская война, как ты ее назвал. Вполне возможно, что произойдет молниеносная спецоперация международных сил по подавлению ситуации в Нигере, в которой больше всех заинтересованы французы. Почему? Потому что я сказал, чисто экономика. Никого там не интересует, ни бывший президент, ни мораль, ни демократия, никого это не интересует. Просто военная хунта, которая пришла к власти, перекрыла ручеек поставок, а это 40% атомной энергетики Франции, французская экономика стремительно бежит к жопе, догоняя немецкую экономику. Те уже там, французы их догоняют. Вот, поэтому сейчас, почему прилетала Нуланд? Ну, потому что не хочется развязывать войну, пытались, наверное, договориться, что американская дипломатия мощная дипломатия. Я сейчас на одну минутку перейду от Африки к Ирану, просто чтобы продемонстрировать мощь, силу, опытность и многовекторность и умение вести внешнюю дипломатию, как американцы это здорово делают. Вот, например, Иран. Не менее взрывоопасная тема, нежели там Нигер. Ну, во-первых, в Иране и газа дохрена, и там накануне ядерное оружие, и уран, и так далее. И вот накануне Брикса американцы прослышали, что Иран, в общем-то, помимо того, что он сблизился давно и с Китаем, и с русскими, и так далее, вообще готов где-то вступать в Брикса. И американцы вступили в игру, и вот пытаются, пытаются, так сказать, удержать Иран кнутом и пряником. То есть, сейчас уже принято решение об обмене заключенными между США и Тегераном, и как бы дали Ирану доступ к 6 миллиардам заблокированных, замороженных их активов. То есть, американцы вот, да, ведут диалог с Ираном и не безуспешны, потому что, ну, Саш, 6 миллиардов долларов для Тегерана, ну, это серьезная история. То есть, о чем-то они, может быть, с американцами договорятся. Кстати, в своей книге «Невидимая сила», нынешний глава ЦРУ Ильям Бернс, который много лет назад начинал заниматься от имени Соединенных Штатов Америки в качестве дипломата иранской темой, вот он там рассказывал в подробностях, где встречались, как, какие были встречи, закрытые, да, вот официальные, полуофициальные, и там тоже всегда говорилось, что один из методов американской дипломатии по отношению к Ирану, это постепенно давать им доступ к определенным суммам замороженным. И это как бы давало подвижку в переговорах. То есть, вот тебе Иран, то есть, Виктория Нулан прилетела попытаться прощупать почву, ну, чтобы не было еще одной военной ситуации. Судя по всему, у нее не получилось это. И сегодня, конечно, западный мир как бы не может допустить, что вот это маленькие нигеры, там, 150 вооруженных дозу, я утрировал на 150, 5000, ну, не важно, сколько там. Страна маленькая и армия там, наверное, маленькая. Но не может же западный мир допустить, чтобы это пошло по всему африканскому континенту. Более того, все эти военные перевороты, как ты правильно заметил, и все те хунты, которые как бы приходят, они начинают ориентироваться сюда, там, к МЧНИ, там, Россия, Путин, оружие, сотрудничество и так далее, и так далее. Поэтому большой войны, я думаю, все-таки не будет, но фокус внимания, если там начнутся какие-то события с применением, так сказать, вооружения и последующими восстановительными процессами и последующими возможными реакциями других африканских стран, то фокус внимания от Украины, конечно, Саш, в той или иной степени и в информационном, и в экономическом характере может быть фокус сдвинут, потому что ты сказал нигер, я привел тебе пример Иран, мы с тобой три минуты тому назад говорили о заявлении Ким Чен по поводу Южной Кореи и типа КНДР готовится к чему-то, хрен поймешь, к чему они там готовятся, значит, никуда не девается вопрос Тайваня, он же не сотрется и не исчезнет же Тайвань, а там выборы, кстати, скоро, о которых мало говорят на Тайване, я не знаю какая позиция там победит, может быть победит опять та сила политическая, которая все громче и громче будет заявлять о своей единстве с Пекином, а это навряд ли понравится Вашингтону, то есть американская политика внешняя настолько сейчас распылилась, что они не везде уже добиваются успеха, и не везде у них получаются блестящие блицкрики, они это тоже понимают, а тут еще и выборы, а тут еще и криминальные дела, которые республиканцы инициируют против Байдена, причем в отличие от криминальных дел против Трампа, которые на мой взгляд такое себе, чем вот еще два-три дела откроют и Трамп точно выиграет выборы, Вы же, какие-то дела против него, американское общество не кушает это, а вот республиканцы то, что инициируют против Трампа, это для американского общества, это типа коррупция, там это какие-то там деньги, какие-то там взятки-невзятки, участие сына хантера украинской компании Бурисма, там какие-то другие дела, ну в общем, там серьезная история закручивается, в совокупности с этим, Саша, нет американцев вот этого сигнала, что значит, украинское контрнаступление происходит, значит, блестящее, так сказать, молниеносное и так далее, все вместе, вот все, что мы с тобой перечислили, в геополитике не бывает одного из факторов вот отдельно взятого, вот совокупность всех этих факторов, ну говорит о том, что по окончании Брикса, G20, визита Путина к Си Цзиньпиню, все это произойдет где-то вот к ноябрю месяцу, вот так вот оно сойдет, к этому же ноябрю, к декабрю уже что-то будет определить с внутриполитической ситуацией, и, конечно, Саш, есть ощущение, что мировое сильное мира сего примут какое-то для себя решение и начнут достаточно жестко давить на Украину с точки зрения снижения наших требований, ну там, для начала какого-то мирного переговора. Не забывай, что 101-летний товарищ Киссинджер, который с трудом передвигается, но из ума не вышел, а когда писал там какие-то вещи, предложения мирный план Киссинджера, мы так все смеялись, а называли его там безумцем и псо России и так далее, а потом он летал к товарищу Си, и вот эти все штуки, штуки там корейские варианты, морозка, и вот эти все штуки, часть может быть надо взять в НАТО, а часть на потом, ну не хочу тратить время, зрителям идет речь, в общем разные истории рассказывают и пытаются там на западе и на востоке разные конфигурации пытаются сейчас проанализировать, главное другое, формулу мира нашу, украинскую, которую постоянно презентует Владимир Зеленский, его окружение, вот как-то так оно все, вот прошел саммит, и вот и вот что, договорились договариваться и говорить дальше, но нет единой в мире позиции, каждый за себя, мы это должны понять, если не принять, то понять, ну и делать какие-то свои выводы, потому что, извини, Саш, вот две минуты с твоего позволения, когда говорят там гарантии безопасности, гарантии безопасности, гарантии безопасности, на мой взгляд, есть двух типов, военный, нахождение твое в военном блоке, ну вот если Украина член НАТО, наверное, это гарантия безопасности, что на тебя не нападут, НАТО за тебя встанет, согласно пятой статьи устал, ну в НАТО нас не брали, не берут и брать не будут, в ближайшем обозримом будущем, с 2008 года нас водят как козу, и вильнюсский саммит это продемонстрировал, я много раз объяснял причины, почему американцы и немцы против этого и не будут нас брать в НАТО, не хочу сейчас повторять, геополитические интересы Америки и Германии, так сказать, они, значит, их интересы не совпадают с тем, чтобы Украину принять члены Альянса, почему мы этого не понимаем и до сих пор вот это бьемся, трудно мне сказать, значит, бывают гарантии безопасности вот такого характера, когда ты становишься участником крупного военного блока, а есть гарантии безопасности на условном подобии Швейцарии, когда Швейцария заинтересовала весь мир тем, что они финансовый хаб, они интересны для всех, никто не позволит себе напасть на Швейцарию, я сейчас к чему это веду, что если мы не в блоке НАТО, значит, нам надо искать, чем мы можем быть интересны для мира, причем не только западного, для западного и восточного, ведь не идут же сюда инвестиции, а ведь мы могли бы, у нас же гениальное транзитное расположение географическое, а может быть, надо, я сейчас просто, а может быть, нам надо сказать американцам, слушайте, а приобретите у нас там две трети нашей газотранспортной системы, нашей трубы, вложите сюда огромные деньги, будем снабжать Европу газом, хрен, кто нападет сюда уже, если это будет часть, да, а может быть, китайцам что-то придут, надо думать, Саш, я не готов, я же не из руссковецких курсов, это же у нас премьеры есть, министры есть, мы же такие маленькие люди, мы должны чем-то стать интересными, конкурентными, мы должны сказать, идите к нам сюда, вкладывайте деньги, но только в большие проекты, то есть не выносите отсюда все, сырье наше, там и землю, а сюда вкладывайте, и вот это тоже может стать гарантией безопасности, надо вспомнить про свой аэрокосмический потенциал, а может быть, здесь что-то, что-то вот с космосом придумать, и привлечь сюда деньги, вот ты ухмыляешься такой, знаете, ироничной улыбкой, то есть, типа, в спивах, ну что ты говоришь, кому мы нахрен интересны, ты зря, Саш, мы могли бы быть интересны, у нас есть, как бы, у нас есть предпосылки, а у нас нет этого реально, но предпосылки есть, а если этого не сделать, то, Саш, ну если мы никому не будем интересны, нас всегда будут использовать, как полигон, экономический, военный, ну любой, мы же должны об этом думать, ну сколько нас будут кормить деньгами, кредитами, ну сколько вот нам будут давать деньги, год, два, три, ну он, Давид Арахамия, министр, по-моему, значит, финансов говорит, что в каждой гривне сегодня 69 копеек, значит, западных денег, кредитных, подчеркиваю я, как отдавать, кто будет отдавать, исходя из чего отдавать, и поэтому, вот на мой взгляд, не бывает более сильной, сильных и действенных гарантий безопасности, нежели нахождение в блоке, или вовлечение сильных мира сего в совместное правило. Но если кто-то может придумать что-то, скажите. Да, ну, друзья, если, скажем так, мы уже так перешли в тему внутриукраинскую, внутриполитическую, то новости приходят, да, о том, что Зеленский провел заседание СНБО, причем заседание это было со всеми силовиками, и тема, ну, единая, да, это ситуация с военкомами и мобилизацией в Украине. А после этого он вышел, записал видеообращение и заявил, Зеленский имеется в виду, заявил, что все военкомы, все областные будут уволены, на их место придут бойцы с фронта, потерявшие, ну, или отслужившие, потерявшие, там, возможно, здоровье, конечности, они без цинизма, они действительно будут занимать эти позиции, ну, в общем, что мы имеем, уволили всех военкомов. Я предлагаю на эту ситуацию, я предлагаю, я предлагаю, взглянуть, взглянуть в общем на эту ситуацию, смотрите, военкомов уволили, мобилизация, ну, соответственно, обретает некое новое лицо, но какое оно будет, раз сейчас все обсуждают законопроект, который лежит в парламенте, о том, чтобы мальчиков-подростков ограничить им выезд из Украины, ну, там, 16 до 18 лет, и активно развивается вот эта дискуссия о том, что война вполне может быть надолго, и вот своих детей пытаются там, вывести побыстрее за границу. Новая мобилизация с новыми военкомами будет, ну, как бы, новым вызовом для украинцев, как думаете? первое, старых военкомов. Все уволенные военкомы счастливы, на мой взгляд. У них все хорошо, бабла немерена, теперь, в общем-то, можно и пожить для себя, сколько же можно служить родине, теперь они гражданские люди. Я думаю, что не могу оскорблять всех, не хочу. Большая часть из них очень обеспечены, прям очень обеспечены, поэтому я думаю, что недвижимость есть не только, так сказать, в пределах родины, а и в пределах того Евросоюза, куда мы так все стремимся, поэтому у них все хорошо, уволили. Вот, те там полтора десятка криминальных дел, которые сейчас идут, давай не будем забегать вперед, посмотрим, чем закончится, а там того же Борисова нашего одесского, ты же понимаешь, Саш, ну вот давай Борисове, просто и зрители поймут, ты же понимаешь, что виллу и офис в Испании у него никто не заберет, вот, ну и все, вот и вот и все, значит, это первая часть ответа. я бы все-таки хотел немножко иначе понять системность того, что полтора года миллионы на военнообязанных, на мобилизации, на трагедии зарабатывали военкомы по всей стране, значит, это была система, она куда замыкалась? Ну, надо же разобраться, где у нас там куда, что, куда эти центры территориальные или по-прошлому военкоматы, где их вертикаль, кто там во главе вертикали и так далее. Поэтому они счастливы. Дмитрий, деталь по этому решению президента уволить всех военкомов, новых будет набирать заложный. А? Какой интересный ход. Нет, ну нормально все, я все понимаю, просто ж полтора года, кто ж, а ответственность где? Ну, в Китае были бы подразделенные статьи военкомы во время войны, игра, ну, о чем мы говорим? А там уголены. Я на что намекаю? Я намекаю на политическую составляющую. Смотрите, вот пройдет, например, пройдет, например, недели две-три, если вновь всплывут какие-то видео с какими-то там задержаниями или какими-то, ну вот, скандалами вокруг мобилизации в Украине, то, соответственно, ниточки будут тянуться уже непосредственно к заложному, главкому, потому что он новых поставил, а вот смотрите, если что-то такое, да. Я думаю, Саш, свое мнение просто выскажу, я думаю, что мнение общества о Валерии Залужном как о главкоме и просто как о военно-начальнике уже сформировано. поэтому даже если будет пойман один или два мерзавца, на мой взгляд, никак не отразится на мнении общества Залужного. Но то, что он сейчас должен взять жесткое управление над военкоматами, я с этим согласен, ну нормально, если ребята, которые были на фронте, сейчас придут и возглавят военкоматы, ну наверное, это нормально и правильно. А вот насчет уволенных, как-то может быть их под Бахмут бы отправить, этих бывших-то ребят, было бы более как-то справедливо, а просто уволить, так у них праздник у всех дома, что они, так сказать, малой кровью отделались. Вот, теперь, что касается будущей мобилизации, сказать тебе ничего не могу, не знаю, а что касается вот этих идиотских законопроектов, так это все описано в литературе, в книге Джорджа Оруэлла, просто депутатам надо почитать, 1984 называется произведение, можно Скотный двор прочитать, вот, и когда мы говорим Украина Ц Европа, так просто напомню депутатам, что Европа это прежде всего свобода, а вот клетки строят как раз в Северной Корее, а Северная Корея как раз не находится на европейском континенте, там как раз тоталитаризм, а Украина Ц Европа это немножко о другом, поэтому вот это вот мальчиков не выпускать, потом девочек не выпускать, потом инициатива там уже после войны, мол, давай на три года запретим выезд мужчинам, у меня есть альтернатива, Саша, смотри, какая история, Шарль Деголь когда-то сказал, что чтобы стать хозяином, в слугу играет, да, и вот полтора года войны, мы обычные никуда не выезжали, люди обычные, а все депутаты там прокуроры они выезжали все много раз и много раз это же условная Монако там или Мальдивы все кратно выезжали, поэтому я предлагаю альтернативу по окончании войны меняемся местами, для них, для всех запрет на три года депутаты их помощники водители телохранители родственники племянники чиновники таможенники прокуроры и так далее а обычный люд ну в смысле хозяева вот нам бы открыли границы мы бы с тобой съездили бы глядишь вот это было бы справедливо а то как-то опять все животные равны а нет а есть ровнее гениальная история сейчас произошла она просто настолько иллюстрирует вот две истории вот иллюстрирует сюр просто в котором вот мы живем какой-то сюрреализм одна история это вот вчера я был в Киеве сейчас я в Одессе вчера был в Киеве хрещатик угол значит Богдана Хмельниц и вот просто для зрителей картинка в одном городе в Киеве на одном перекрестке вот здесь стоят общественные там организации там официальные собирают деньги донаты на помощь вооруженным силам Украины а вся улица Богдана Хмельниц перерыта и там немереное бабло вкапывают значит в эту бруща меняют бруща если вы хотите спросить меня нахрена думаю что ответ на этот вопрос знает один человек Виталий Кличко больше никто не знает этот вопрос зачем в Киеве сейчас потратить миллионы на вот эту брущатку на Богдана Хмельниц и уникальная уникальная картина тут деньги собирают а тут миллионы вкапывают в асфальт и вторая просто потрясающая такая демонстрация это когда член ЦИК мы же забыли уже о том что у нас есть ЦИК центральная избирательная комиссия значит по фамилии Бурак живет в Голливуде вот значит майамский такой парень уже полтора года там живет ну тут пока воюет а он же ЦИК наш украинский ну не тут же ему жить семья лупость какая-то выборов то нет что ему тут делать ну не воевать же да поэтому в Голливуде значит в этом вот в комплексе под названием The Wave но это себе такое дело ему же пока зарплату платили за этот период вот чтобы парню там неплохо жилось а мы с вами денег значит платим ему зарплату более того значит его когда об этом спросили я сейчас продиктую что он ответил это настолько мерзко омерзительно отвратительно и унизительно для каждого из нас они нас просто все за быдло считают знаете что он ответил значит внимание друзья а разве есть разница где находиться в Виннице или в каком-то зарубежном городе да в Ужгороде а может быть в Кошице в чем разница для чиновника если он имеет право работать дистанционно заявил журналистом Буглад блять есть разница Буглад где жить в Голливуде или в Виннице в которую прилетают ракеты есть разница где жить патриот ты хренов который получает зарплату из украинского бюджета мерзкая Саш ситуация до ты знаешь до какого-то ну видишь я же заикарюсь у меня очень плохой словарный запас иногда бывает ситуация я не знаю что сказать ну то есть человек просто это вот тенденция Дмитрий мы же видим депутата нет мы же видим депутата от слуги народа сын которой 22-летний оказывается был депутатом местным а теперь сложил мандат когда опубличили что он все время находится за границей мы же видим дочку генпрокурора которая говорит домой хочу надоело это в Шотландии Финляндии домой хочу куда в Монако не знаю что с этим делать это ежедневная история набирает просто каких-то невидимых невиданных оборотов и когда выходит министр финансов Марченко и говорит что сегодня коррупция имеет самый низкий уровень за 20 лет а все вот улыбаются так как ты сейчас Саша причем зачем он это говорит не знаю вместо того чтобы признать что да имеет место быть что вот вот и конечно я понимаю что надо включать жесткие просто жесточайшие механизмы причем не борьбы не за ведьмами гоняться а не охоту на ведьм устраивать не с журналистами бороться не с экспертами которые что-то там себе позволяют сказать такое мы когда говорим что-то такое это самая патриотическая позиция потому что мы за страну болеем мы за нас болеем мы хотим чтобы у нас в Украине вот этот беспредел закончился потому что с внешним врагом мы справимся мы отстояли свою страну а внутреннему врагу мы проигрываем а внутренний враг это кто задер коррупционеры воры обнаглевшие без морали и совести люди вот такие вот буглоки которые вот так говорят какая нравится одержит в Волливуде или в Виннице я могу дистанционно а вы нам пока давайте и знаешь что ему ничего не будет отзовут его может с ВК может и не отзовут я же там не знаю квотный принцип от кого что он и так далее но ничего евросолидарность в смысле Порошенко в смысле отзовут и останется он себе жить в Голливуде евросолидарность даст какого-нибудь другого буглока мы с тобой забудем эту фамилию Саша так же как мы забудем или не вспомним ни одной фамилии военкома может кроме Одесского ну такой он популярный стал человек и фамилию этих депутатов местных в Савей мы не вспомним я уже забыл вот ту фамилию которую ты сказал да потому что сейчас пойдут новости с войны и так далее да им всем класс за эти полтора во понимаешь кого-то поймали кого-то не поймали этого сыночка этой депутатши ну выловили а еще десятерых не выловили блять но с этим же что-то надо делать я понимаю что президент там большую часть времени занимается внешней политикой коммуникации запад вооружение саммит америка я все прекрасно понимаю но что ж тут дотвориться или когда выходит значит этот депутат как же его фамилия Тарахти да там их тоже поймали его значит да Мерседес купил за 7 миллионов гривен вот любой психолог он вам скажет а зачем покупать Мерседес С-класса значит по индивидуальному заказу стоимостью там под 200 тысяч долларов ну зачем он это купил скажу тебе а что показать ну а вот это все вот это пипол какой-то ходит там какие-то людишки там понимаешь от безнаказанности ему говорят может мандат сложишь так для приличия как бы тюрьмы не будет ну может мандат сложишь он говорит не-не-не я говорит подумал мандат складывать не буду говорит меня избрали люди буду защищать Украину я ему поаплодировал потому что ну пиздец был бы в стране если бы не Тарахти понимаешь а так все и мы с тобой Саш можем успокоиться а депутат Тарахти продолжит нас с тобой защищать и это конечно не может не радовать вот передвигаться будет правда на этом приличном автомобиле вот будет защищать нас оттуда я вот так себе приду нас защищать а мы тут он там вот как говорят злые языки в Болгарии там кое-что прикупили значит из недвижимости его семья ну это такое себе не важно ну что это ну надо же заканчивать эту историю потому что я уже эти фамилии даже не помню сколько их за последнюю неделю месяц три а ведь первых полгода мы вообще ничего не знали потому что мы все были поглощены ну страшно да война широкомасштабная Путин напал на Украину да и мы все да мы объединим да а получается что все же творили то же самое или вон там Волынь Волыньский совет выделяет 4 миллиона гривен на ремонт ребята Волынь патриотическая это же не мы с шелестом которые на русском говорим Волынь это же суд с ног до головы в вышиванках и выключено державную мову а державная мова это же знака патриотизма вы же разумеете если ты разговариваешь выключено державную мову это все ты патриот можешь рабоваться если на русском языке иди знай Волынь 4 миллиона 300 метров дороги решили отремонтировать вы наверное хотите спросить куда дорога ведет наверное к госпиталю военным не ребята не к госпиталю ведет она в коттеджный городок там где конечно живут ну те кто нас с вами защищают понимаете да вот там что-то с дорогой видно ямки ухабы знаете как на приличных там машинах неприлично возвращаться по ямкам вот за свое ж бабло не хочется ремонтировать ну из бюджета взяли арендовать там золотаем заодно заработать ну что это или вот сегодня скандал который да зеркало недели публикация я не знаю там правда-неправда надо все проверять но публикация в серьезном издании про очередную коррупцию тотальную громадную бессовестную безбожную если можно так сказать в министерстве обороны да что опять там фирма какая-то в общем куртки в три дорого каски в три дорого какое-то питание там чуть ли не продавали то что пришло по гуманитарке и да сейчас пошло такое что ищут за что будут кадровые изменения что там министр обороны пойдет послом ну дело же не в этом ну пойдет послом что с этим всем делать понимаете этот риторический вопрос он конечно важен но я бы хотел обратить внимание всех кто анализирует все что происходит на определенную грань вот есть грань между тем как ну там ну как мы уже говорили выходит Зеленский говорит вот всех их уволить если кто-то хочет сохранить погоны там идите на фронт лицо вот туда ну в общем есть просто грань когда воспринимаются вот эти посадки вот эти сообщения и вот эти ну точнее не посадки я опять таки применяю слово посадки а вот ну там задержание опубличивание до посадок там на самом деле далеко там любое дело можно развалить ну два счета при их бабках и при том о чем идет речь это любой адвокат может затянуть там а там поди знай еще как где что с войной как все будет происходить и ну легко уйдут так вот есть тонкая грань между тем что ты воспринимаешь это как борьбу государства ух наконец взялись этим коррупционером по щам и от и тем что называется разочарование в государстве вы разочарованы в государстве Дмитрий я разочарован в тех процессах которые происходят внутри страны безусловно как же можно этим быть не разочарованы я думал что что война станет глобальным уроком для нас внутри нас что такое пережить и мы изменимся ну мы это общество и государство что все изменится как можно грабить ну ладно грабили на пандемии так сказать на этом ну как грабить на войне на трагедии на крови на смертях как ну такого не может быть думал себе я а получается же наоборот как как не в себя потому что никто же не знает что будет дальше сколько там просидят каждый из них на этих должностях начиная от сельского совета Саш заканчивая городскими областными советами там и так далее это ж прозоро читаешь это ж как просто как это ж детектив какой-то да то есть ну просто ну поэтому разочарование ну конечно есть разочарование значит шаги которые сегодня предпринимаются хотя бы такие ну посмотрим чем оно будет заканчиваться надо же еще про судебную систему надо тоже подумать поэтому я не знаю Саш я не знаю дело в том что дело в том что у меня такое ощущение что и общество как-то начинает так мимо ушей пропускать ежедневные коррупционные скандалы я вот не вижу какого-то такого да то что президент уволил их всех так сказать дал поручение там уволил там разобраться с этим с этим с этим абсолютно правильное решение нормальное решение то что значит РНБО сказала что не будет выборов и не может быть выборов во время войны но абсолютно поддерживают двумя руками правда после этого я не знаю почему Стефанчук еще занимает место спикера потому что я не понимаю как спикер может в понедельник выйти и сказать конституция не запрещает проводить выборы во время войны проходит два дня среда выходит спикер и говорит не-не-не ну как конечно не может быть выбора во время войны ну как спикер парламента в течение сорока AIDS часов спикер законотворчество законотворец да главный как как так может быть и конечно ну здесь я поддерживаю полностью решение РНБО что ну никаких выборов проводить нельзя во время военного положения и это несправедливо по отношению к тем кто не может проголосовать и так далее и так далее то есть выборов этой осенью конечно конечно, по всей вероятности не будет, Саша. А вот то, что следующей весной могут состояться выборы все подряд, президентские, имеет место быть такая история. Ну, в зависимости от того, с чем мы все придем к этой, собственно, зиме, весне и так далее. Не забываю, что скоро идет зима. Я так тонко намекнул, что русские продолжают производить ракеты. Да, не в таком количестве, как у них она была, но производят. И модернизируют ракеты Х-22 в А-2. Ну, в общем, зима приближается. Я не знаю о состоянии нашей энергетики. Я ничего об этом не знаю. Может быть, хорошо, что мы не знаем. Есть вещи, которые, там, сказать, может быть, и не должны быть в публичной сфере. Но когда каждый день нам говорят, вы донатте, когда нам возвращают налоги в довоенное время, мне все время хочется спросить вот у того же Гитлова. Скажите мне, как может быть, что в стране, в которой еще идет война, и все в стране, как бы, живет по законам, как бы, того, что идет война, а налоги вы возвращаете в ситуацию, что войны нет? Вот, как так может быть? Вот, как так? Как, как, где, что? Цены от этого пошли вверх. А рабочие места не добавились. И пенсии не добавились. И зарплаты не добавились. И кредиты не стали дешевле. Ну, вот мне просто хочется спросить, в какой школе, кроме вот Трусковецкой, изучали эту науку? В стране идет война, а мы возвращаем налоги на довоенные украинцы. У меня нет ответа на этот вопрос, Саша. Это неправильное решение. Я не буду никого критиковать, потому что это неправильное решение. Неправильное решение. Оно не принесет пользы бюджету. Оно не принесет пользы развитию ни малого бизнеса. Да никакого бизнеса. И самое главное, оно не принесет... Оно же... Мы с одной стороны... Смотри, что мы делаем. Мы с одной стороны хотим там все запретить. Запретить выезд мужчины туда и туда. Мы хотим силовым способом удержать людей от отъезда. Разве можно силой держать людей? Люди должны хотеть здесь жить и хотеть сюда вернуться. А для этого государство должно не законно издавать заборы строить, а создавать предпосылки экономические. Это будет называться экономический патриотизм. Кстати, Саш, когда вот эти многие... Ура, патриоты! Там нас в чем-то обвиняют. Меня... Ладно, не буду про... Меня! Меня вот там... Слушайте, вы... Половина из которых живет на Западной Украине, а половина по Европе. 24 февраля прошлого года я и моя семья здесь. Одесса, Киев, Николаев. Ни на один день я не уехал из страны. Я тут. И помогаю, и доначу, и грамоты, и имею награды, и занимаюсь то, чем считаю нужным. Вот. И рассказывать, кто как, как родину любит, на каком языке говорить и так далее, и так далее. То есть, когда там где-то грабят, но надо... Потому что... А ты об этом говоришь? Не-не-не-не. Не расхитуй чобан. И головное, это что ты вот это на русском языке? Мова агрессора. Бля, я когда это слышу, Саша, это же люди, которые абсолютно необразованы, они же не понимают, о чем они говорят. Ну, не понимают, о чем они говорят. Может быть, языком агрессора, или там фашиста, Гитлера. А итальянский не может быть языком, не принадлежит Муссолини. Не понимают люди. Унижают, оскорбляют, уничижают русскоязычных людей. А скажите мне, мы становимся что, сильнее от этого? Ну, мы чувствуем единение внутреннее, когда там нельзя музыку... А сейчас, кстати, какой-то законопроект готовят, да? Нельзя слушать русскую музыку. Все. Нельзя. А какую можно? Только украинскую английскую. Если идти такой логикой, друзья мои, на английском языке, я думаю, что наибольшее количество в истории человечества, или там в последние два-три века, отдавалось разных плохих приказов. И войны начинать, и конфликты, и бомбить, и так далее. Ну, это же ни о чем не должно говорить. Потому что войны начинают отдельные люди, или даже политические режимы. И они должны нести ответственность. Эти режимы политические. Их надо уничтожать, эти режимы политические. Тех, кто ответственен за войны, за уничтожение людей, их надо тоже уничтожать. Язык общения здесь при чем? И так далее, Саша. И вот мы с тобой хотим о коррупции, а нам говорят, не-не, давай про язык, про вот это вот, давай снесем бюст Брежнева в Кропивницком. Я прочитал эту новость, думаю, ёпт, он чего сделал. Ну вот, ладно, Пушкин, а Брежнев чего вам сделал? Украине, нашей с вами, стране. Нет, там целая история. Ее надо два слова сказать по ней. Он там, потому что он уроженец, и долго все, как бы, декоммунизацию, все волны он пережил, потому что местные относились к этому бюсту как к достопримечательности, ничего, скажем так, защищали его. Ну, пал и этот бюст. Считалось, что это вот символ, да, вот города, времени, эпохи. Ну, уходят эпоха, уходят и символы. Снесли все-таки. На самом деле много есть, скажем так, еще вот этих тем, но традиционно в режиме Блиц некоторые из них осветим в нашей рубрике «Ответы на вопросы Дмитрия Спивака». Поехали! Итак, я оставлял в своем телеграм-канале и сообществе на YouTube собственно, вопросы, возможность задать вопросы. И вот некоторые из них мы вот в конце нашей сегодняшней пятничной встречи попробуем на них ответить, дать какой-то ответ. Итак, вопрос из телеграм-канала для начала. Игорь Дереча. Почему весна прошла, а никто не сидит? Ваше мнение? Так, полпрограммы, мы же посвятили этому, поэтому Блиц, ну, друзья мои, ну, включайтесь в наш диалог с Александром, я дал ответ на ваш вопрос, да. Хотя ваш, к сожалению, он риторический. Риторический вы уже считаете этот вопрос в Украине? Ну, риторический, Саш, как-то вот он, как-то вот он риторический, не знаю, как-то он риторический. Очень интересный вопрос ОК задает пользователь. Почему бы в решении торговых споров с Польшей и нашим руководству не взять на вооружение опыт министра торговли Порошенко, который в 12-м году добился снятия России и запрета на украинскую агропродукцию? Ох, какой замечательный вопрос! Уважаемый товарищ ОК, я понимаю, скоро выборы, значит, я уже понимаю, напротив, какой фамилии будет ваша галочка, а, значит, вот, вы замечательный привели пример, есть масса других примеров, положительных, отрицательных, я уже отвечал, на мой взгляд, какие адекватные, на мой взгляд, ответы государство Украина могла бы сейчас сделать полякам сейчас, во время войны, и запомнить себе эту всю историю, после войны, особенно на фоне нашего стремления вступить в ЕС, в чем я сомневаюсь в ближайшие несколько лет, потому что ЕС, мы не очень большие, разношерстные, бедные, и что с нами делать, непонятно, а еще ЕС не очень хочет с нами конкурировать с нашей продукцией, а еще в ЕС есть обезы перед еще пятью или семью странами, которые должны вступить в Европейский Союз, поэтому навряд ли они Украину примут до них, а когда они их примут, вообще посмотрим о состоянии ЕС, но тем не менее, скоро мы говорим, туда хотим, прежде всего, мы должны требовать равных конкурентных, равных конкурентных возможностей, которые вы привели, ну окей, можно этот, можно другой пример, единственное, товарищ, окей, я бы вам много-много другого бы рассказал про Порошенко, министра и президента. Ну, интересная просто параллель, Дима задает вопрос, вопрос, причина, точка отсчета и следствие, война, по мнению из пивака, какое событие в Украине стало точкой отсчета, причиной, следствия войны? Если возможно, год, месяц, если не ответить, смотреть с пивака не буду, Исмайлики. Слушай, тезка, значит, я с удовольствием отвечу, я что-то просто ни хрена не понял. Ну вот, событие, Саш, переведи. Событие, которое вот стало вот этой точкой отсчета и привело к войне. Четко событие, вот, хочется, вот, вашего мнения, да, что конкретно произошло? Никакого четкого события быть не может и не было. Это все, все накатывалось, как волны, как волна, накатывались геополитические разногласия. Что значит событие? Да ничего не произошло такого в январе или в декабре или в феврале. Все шло, судя по всему, к этому. Мы просто не верили, но я не верил, европейские лидеры не верили, президент Владимир Зеленский не верил. Мы все нормально или мы не верили в это, что вообще это возможно. Потому что то, что сделал Путин, да, то есть не просто там провокация какая-то, просто пошел широкомасштабной войной на нашу страну, в это невозможно было поверить. Но не было четкого события, еще раз я говорю, совокупность многих геополитических факторов, там, значит, там, минские соглашения, там, 8 лет этой всей истории, вот, на то, не на то, ну, и так далее. И много других аспектов. Вот, это мой ответ. Но есть другой ответ. Я не знаю, что в голове было у Путина, который принимал это решение. Вот это я точно не знаю. И даже, пена, не смогу проанализировать. Потому что любые межгосударственные конфликты, споры, во всем мире оно существует, да, но решаются какими-то другими методами. Можно шантажировать экономически, финансово, там, ограничивать, там, что-то, чего-то, как-то, но вот, чтоб так. Поэтому, товарищ Дима, задайте этот вопрос кому-нибудь, кто близок к Кремлю. Может, там вам где-то ответят иначе. Я ответил так, как я это понимаю. Вопрос от Светланы. Наверное, как продолжение темы и подсказки по поводу события. Думает ли спивак, что если бы Украина не провозгласила вступление в НАТО, то войны бы не было? Очень хочется услышать правду. Если не сможет ответить, то лучше пропустить вопрос. Ну, вот так. Нет, это естественная история. Не надо пропускать вопрос. Первое, я много раз уже говорил, я же в этом плане позицию уже не меняю, я давно говорил, что нас не возьмут в НАТО. Причем говорил, почему и сегодня в программе я говорил, почему против именно и немцы. Потому что они не закрывают двери для диалога с русскими. Потому что, ну, например, немцы, как они стали первой экономикой мира? Ну, вот, каким образом? Почему немцы стали номером один в мире? Потому что с 1972 года ФРГ подписала с Россией огромные договоры. Получали газ по дешевой цене. И вот на этой огромной, так сказать, прибыли от дешевого газа промышленность немецкая стала номером один в Европе. Поэтому немцы очень хотят и дальше получать этот дешевый газ. Потому что сегодня они получают газ по рыночной цене и сдулись. Американцы против вступления Украины в НАТО по другим причинам я тоже много раз говорил. Но они все время с нами заигрывают, да, держат вилку в жопе, да, у русских. Вот это вот. И не берут и не отказывают. И поэтому я бы, что мне тут менять? Но история просто не знает сослагательного наклонения. А если бы? Вы разве можете ответить на такой вопрос? А если бы? Я нет. Я могу только проанализировать и сказать, что если бы мы вовремя как бы вот осознали бы, что может быть нам нужно свои редуты коллективной безопасности, да, и не думать о том, что там возьмут нас НАТО или нет. Вот прошел вильнюсский саммит, казалось бы, да, война, казалось бы, и нас, естественно, никуда и не пригласили. И не пригласят. Потому что надо читать книги, литературу и так далее. У нас две с половиной тысячи километров общей границы с Россией. Никуда она не денется, эта граница. Вот. И Запад понимает, что беря нас в НАТО, они автоматически должны нам дать гарантии, что если Россия опять там нападет или что, они должны вместе с нами воевать. А они не хотят вместе с нами воевать. Ну вот и круг замкнулся. Так что Светлана ответила я так, как вы хотели или так, как вы не хотели. Я отвечаю всегда то, что я думаю, так, как я вижу. С учетом текущей ситуации и исторических предпосылок. Пользователь Добрый день задает вопрос. Ну, Добрый день. Где, по мнению Дмитрия Спивака, проляжет линия фронта во время распутицы осенней? Это действительно важный вопрос. Сейчас все смотрят в сторону Купенска, там русские наступают. Два интересные такие. Но вы же меня уже так рассмотрите, значит, давно знаете. В отличие от очень многих экспертов, я не всезнайка и инсайдерской информации из ставки Верховного Главного Командующего. У нас есть 5-7 экспертов, знают все. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, более серьезно. Ваш вопрос, вернее, ответ на ваш вопрос, зависит от большого числа факторов, половина из которых мы с вами даже не знаем. какие планы по поставкам вооружения, на какие логистики и так далее. Какие оперативные планы у нашего командования военного. А что противник думает? У нас же с вами нет разведки. Что кто себе планирует и так далее. И самое интересное, мы даже с вами не знаем прогноза. А какая будет осень? Как это все будет? И так далее. и так далее. Я могу еще десяток факторов назвать, в том числе политических факторов. Как будет к этому времени, к непогоде, как будет в мире обстановка, кто кого к чему будет склонять. Вот и все. А вы хотите от меня услышать вот это вот? Ну вы же знаете фамилии ряда людей, кто вам легко ответят на этот вопрос, потом проходит три недели, и они вам также легко объяснят, почему предыдущие не совпало. И скажут вам еще что-нибудь на ближайших две-три недели, а потом опять вам объяснят, почему это не совпало. Я уважаю вас, я уважаю себя, поэтому я даю частенько особенно геополитические прогнозы, которые совпадают, и мне очень приятно, я просто очень ответственно к этому подхожу. А вот такие оперативы я не берусь прогнозировать. Да, много вопросов и в Телеграме, и в сообществе, еще один вопрос из Телеграма. Почему раскручивается, это пользователь Ю спрашивает, Ю, русская Ю, точка, почему раскручивается тема с миротворческим польско-украинским контингентом, зачем это вообще Украине, ну, по поводу этого батальона, и по ту территорию, которая раньше была под Посполитой, это вообще реально, зачем Украине, и что это нам даст, от кого они нас будут там защищать, или есть договорные отношения с Россией по разделу Украины, и они будут гарантом того, что русские дальше не пойдут. В общем, действительно, тема живая, ее, конечно, раскручивает отчасти Кремль, первые лица в Кремле, первые лица государства, но в то же время и в Украине она живет немножко под другим соусом, украинско-польский, украинско-польско-литовский, вот этот батальон в Украине возможен или нет, к чему это? Нужно, не думаю. Для чего это нужно полякам, сказал во время твоей программы, они видят себя лидером Восточной Европы, а страны Балтии и Украине видят в подмастерьях. А коль скоро вспомнили речь посполитую, то вспомните, пожалуйста, друзья, кто там был главный, где была столица и как называлась валюта. А поляки видят возрождение, а хотят создать собственную империю. Это абсолютно видно невооруженным глазом. Они выросли уже из коротких штанишек, у них достаточно мощная экономическая подушка, они являются сегодня поляки как бы представителями идеи американской политики в Восточном регионе, и поэтому ну вот что-то здесь пытаются, так сказать, да, а нас под себя пытаются подстроить. Поэтому им это нужно с точки зрения геополитики, для чего нам это нужно, не понимаю. Ну вот как-то так. Более глубоко, но надо углубить углубиться. Просто предложение так поболтать это себе одно. Если там происходят уже некие юридические процессы по выработке концепции, ну надо внимательно за этим следить. Пусть пока зерно наше лучше пустят все на территорию, будет больше толка и больше защиты. Да, вопросы из ютуб-сообщества, тоже их будет несколько. Ну, много, скажем так, пишут разного, да, и там, и про Дмитрия, и про меня. Пишите, друзья, пишите любые комментарии. Это, конечно, мы только за. Только поделаю по сути. Если просто хотите... Пишите без дела, пишите без сути, пишите, комментируйте. это... Смотри, когда комментируют, соглашаются, не соглашаются, ругаются, отстаивают, нормально, во, я говорю, а если, ребят, просто хочется поизрыгать желчь, то, может быть, просто к зеркалу повернитесь, так как-то вам будет легче и нормально, и не расстраивайтесь. Это, это, пожалуйста, Гордону и его противостоянию с Поворознюком, да, Дмитрий? Поворознюк, да, да, это герой новый, да, Поворознюк, герой Украины новый, герой народный. Я вообще, ты знаешь, Саш, я, 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 я не люблю быдлячество, жлобство, замешанное под такую, знаешь, парень из народа, а вот это, вот мат перемат, вот это, методы 90-го года перенес на 23-й, хочет всем рассказать, какой он народный мститель, если у него Робин Гуд, не люблю этого всего, а я все-таки хочу жить в атмосфере культурной нации будущей, нашей культурной страны, интеллигентной, воспитанной, где люди будут ценить другие качества, и мне просто кажется, Саш, что если такие экземпляры сегодня могут быть героями, вот, в сердцах и умах там большого количества людей, то мне грустно, вот, за наше общество, за нашу страну, потому что возводить в ранг героизма, быдлячества, это говорит о нас плохо, вот, а надо все-таки, но тут как раз в тему, знаешь, я понимаю еще, когда ты, да, вот, поклоняешься кому-то, образованному человеку, с кем интересно, кто много знает, кто много сделал, кто, кто, кто чист, кто, да, окей, да, с удовольствием, а вот это все, да, и фильм, ингулец, вот это вот, Павел Рознюк, с утра до вечера, и вот он, вот это, вот, и люди, а, краски, ужас, мне, мне это все, я, я. Если вы этого не понимаете, тогда ответьте, пожалуйста, на вопросы сообщества, к сожалению, имя, фамилия, ну, сейчас в комментариях не светится, пользователь спрашивает, спивак полюбил матерную лексику, или обстоятельства такие, что по-другому не опишешь, настоящее и будущее Украины? Как мне сказали пару раз, я даже ругаюсь по-одесски, у меня получается не обидно и интеллигентно, но если это так, буду рад, да нет, не люблю я матерную лексику, знаете, можно вырубаться матом, а есть люди, которые на нем разговаривают, вот я никогда матом не разговариваю, могу выматериться, потому что, честно, друзья, иногда не хватает уже человеческих слов, что такое вырывающаяся мать слова, это эмоция твоя, вот иногда вот эту эмоцию невозможно сдерживать, стараюсь очень, стараюсь не допускать этого, и, в общем, извините, если где-то, может быть, сегодня излишне, неправильно это, но иногда хочется какое-то крепкое словцо, вот вставить, оно иногда очень и очень, вот точно, знаете, вот, например, вот когда вот скажешь там, да ни хрена они не знают, да, вот не замените вы слово ни хрена, потому что сказать то, ничего они не знают, оно другое, а вот ни хрена, вот оно туда, ну, как-то так, оно будущее Украины, я в него верю, я оптимист, вернее, волосы, я все равно верю, что, ну, так не может быть, пережив такое, не сделав уроков, не вынести уроков, и не, я, 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 мне даже думать не хочется о том, что, что так может быть. Так, есть, ну, очень длинный вопрос, можете нажать на паузу, прочитать его полностью, я вот только дам начало и конец, потому что, ну, это прям важно. Уважаемый Саша и Дима, такой вопрос, не кажется ли вам, что план Зеленского, это утопия, ведь можно было разработать план, который бы всех устроил, почему вообще Россия начала эту войну, ну, и дальше мнение, потому что зона безопасности, в общем, высказывается пользователей, вопрос, да, почему такие планы даже не рассматриваются, ну, какие-то компромиссные, и как вы видите ваш реальный мирный план, Дмитрий? Не, ну, это очень сложный вопрос, Саш, даже тебя попрошу, ну, поскольку Блиц, да, там, кое-что сейчас скажу, ну, в общем, если хочешь, давай вот эту тему возьмем, и обсудим ее на следующей твоей программе с удовольствием, просто, ну, если кратко, первое, украинская формула мира родилась в сообществе и наработках большой международной группы Ермак Расмусон, да, это первое, второе, после того, как нас в Будапештском китке, да, ну, помните, Будапештский меморандум, а на самом деле это был Будапештский кидок, да, нам обещали гарантии, а потом всем миром нас разоружали, значит, верить никому нельзя, никому, подчеркиваю, ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу, никому, нас разоружали, и Россия, мы отдавали свои ракеты и стратегические бомбардировщики за газ, там, из-за погашения долгов, а американцы в 2006-м добили уже это, и под Полтавой последние стратегические бомбардировщики тоже закончили, вот, был кидок, дальше уже современная история, все эти Мински, которые, да, не работали, вся эта замораживание конфликтов чревато его продолжением, поэтому сегодня Украина хочет найти ту формулу мира, которая обеспечит нашей с вами стране действительно четкий алгоритм, гарантии безопасности там на 30, 40, 50 лет вперед, после Путина, не о Путине же идет речь, да, Путина не будет, но Россия пока в ее нынешнем виде будет продолжать существовать, поэтому утопия или не утопия, пока никто ничего другого не предлагает, вернее, есть масса предложений, каждый уважающийся сегодня формулу мира, ну, давайте я перечислю, формула мира от Илона Маска, Киссинджера, Ватикана, от президента, или ЮАР, от Эрдогана, от Си Цзиньпи, кого-то я, наверное, от итальянцев, кого-то я пропустил, смотрите, под 10... Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, вот последние, да. Более 10 разных формул мира, но они все, в отличие от украинской формулы мира, говорят о том, давайте сейчас пока закончим стрелять и начнем дальше говорить. И вот эта вот история, она ведет к замораживанию конфликта на каком-то этапе. Дальше называют это корейский вариант. Кто-то, кстати, вспомнил западная и восточная Германия, вот как вот они существовали, потом воссоединили. Много разного чего вспоминают, инициаторы всех этих формул мира. Ну и плюс еще не верят в выход на границы 91-го года, а сегодня тем более оно кажется, так сказать, малоосуществимым в какой-то ближайшие там месяцы, да, мягко скажем. Но американцы просто не хотят, мне кажется. Есть в западной доктрине такая история, что они считают, что потеря России и Крыма может привести к применению тактических. И мало кто на Западе этого хочет. А посему вот пытаются все это как-то сконструировать иначе. Так вот я это все вижу. Ну, отдельно мы поговорим, наверное, о мирных планах, потому что наряду с нарастающей эскалацией всегда нарастает и голос миротворцев. Есть даже предложение в Дубае встретиться папе Римскому, Зеленскому и Путину. Даже вот такая, да, вот есть в конце года инициатива. В общем, будем наблюдать, будем анализировать. Дмитрий, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо огромное, Саш, тебе, спасибо огромное зрителям и тех, кто смотрят, и тех, кто спрашивают и задают не всегда простые вопросы, но интересные, да. Вот, поэтому всем спасибо. Верю, что все равно добро победит, и я верю, что у нас все получится. Берегите себя, своих близких, верим в себя, в свою страну, в наших воинов, и в то, что все равно мир придет и будет добро. Спасибо. Да, друзья, берегите себя и друг друга. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Ну и, конечно, традиционное мое пожелание добра и света. Спасибо.